Здравствуйте, мы начинаем наш семинар, который называется «Что делать, если ваш ребенок учится дома?». Меня зовут Анастасия Воронина, я работаю в ХИЦА в IT-сфере, я мама троих детей, моим детям 13 лет, 3 года и полтора года. Хочу представить наших участников в дискуссии и попрошу каждого сказать буквально два слова о себе. Никита, кем ты работаешь, сколько у тебя детей, какого возраста? Привет, меня зовут Никита Григорьев, я психолог, у меня один ребенок, ему уже почти 9 лет. В каком классе твой ребенок учится? Я знаю, что он почти 9, но учится он уже в очень... В третьем, да, он в третьем классе. В третьем классе, рано пошел в школу. Так, Таня, Таня, включи микрофон. «Добрый день, я Татьяна, у меня четверо детей, на данный момент я дома, потому что у меня маленькая малышка полгода всего, двое школьников у меня, один детсадовец, и в данный момент я научный сотрудник работаю». То есть ты дома с маленьким ребенком и параллельно работаешь? Да, да. Хорошо. Так, Настя. «Добрый день, я учитель английского в Нарской Пехлинаевской гимназии, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. У меня трое детей, два школьника, 13 лет — это шестой класс, 9 лет — третий класс и годовалая дочь». Ай, Света. Всем добрый день, меня зовут Светлана, и я работник банка. У меня двое детей, одна в пятом классе, 11 лет девочки, и мальчик у меня 7-месячный, так что я нахожусь в отпуске дома. Хорошо. Так, собственно, собрались мы здесь, чтобы поговорить на тему дистанционного обучения. Дистант, на самом деле, свалился на нас, на всех, очень неожиданно. У нас ни у кого не было времени на подготовку, ни у школы, ни у детей, ни у родителей. И несколько эта ситуация выбила нас из зоны комфорта, просто потому, что вдруг школа пришла к нам домой, и жизнь родителей, вот эти новые обязанности, которые на нас свалились, это определенная дополнительная нагрузка, с которой нужно справляться, поскольку не было времени для того, чтобы как-то обратить внимание и больше подготовиться к этим изменениям, то мы приняли эту ситуацию, как она есть. А дальше вдруг ребенка, учебный процесс учебы стала больше нашей ответственности. Это не значит, что раньше мы за нее не отвечали, но раньше ребенок шел в школу, и большая часть учебной деятельности все-таки происходила там. За то, как ребенок учится, как там, что у него происходит, понял, он не понял материал, отвечала школа, сейчас ребенок дома, дети дома, и если что-то непонятно, первым делом он, хочешь или не хочешь, идет к ближайшему контакту, то бишь к родителю. Родители не всегда могут помочь по всем вопросам, и это тоже определенно несколько бьет по самооценке. И, конечно, еще один важный момент, это то, что мы стали проводить намного больше времени вместе. Это независимо от того, работает родитель дома или ходит на работу, потому что если мы работаем дома, понятно, что мы все вместе с утра до вечера, нам нужно притираться друг к другу, и нет варианта, что мы в 9 утра разбежались, каждый по своим жизням, немножко отдохнули друг от друга, и вечером там пара-тройка часов у нас есть на то, чтобы пообщаться, потому что мы с утра до вечера вместе. Если родители ходят на работу, то тут ситуация еще сложнее, он 8 часов на работе, приходит домой, а там его ждут домашние задания, которые нужно выполнять с ребенком. Какие-то вещи, которые ребенок не понял, и хочешь, не хочешь, у тебя просто нет никакого времени на себя. На самом деле, наверное, стоит начать с того, что, да, вот ребенок подсознательно считает, что дом — это место, где он отдыхает. И у нас произошло сейчас совмещение двух пространств, пространства отдыха и пространства рабочего, когда мы вынуждены вот в этой нашей маленькой крепости, в месте, которое предназначено для того, чтобы проводить время с семьей, как-то для себя, мы должны здесь, не мы в смысле наши дети, да и мы тоже с детьми вместе должны работать. На самом деле, если подумать о доме, то в нормальной ситуации ассоциативный ряд содержит такие вещи, как вот отдых, время для себя, друзья, диван, плейстейшн, холодильник, то сейчас как раз мы просыпаемся, да, дети в 9 утра, и у него начинаются уроки в его комнате, которая на самом деле никогда не ассоциировалась с какой-то вот такой работой-работой. Хотелось бы спросить у Насти, которая мама и учитель, вот как родителям в такой ситуации помочь своим детям как-то принять вот этот момент, что мы теперь работаем дома? Как объяснить им, что дистант — это не каникулы, несмотря на то, что они вынуждены учиться в домашней обстановке, которая способствует расслаблению, отдыху? Как вот здесь правильно подойти к этому всему? Ну, я сразу хочу обозначить один важный момент. Я нахожусь дома весь день и не работаю в данный момент. То есть я могу полноценно следить за тем, чем занимаются мои дети и корректировать их действия. Несомненно, нахождение дома круглые сутки вызывает не только у детей, но и у взрослых ощущение каникулы или отпуска. По ночам нам даже казалось, как круто можно выспаться, учиться в своем режиме, но это не сработало. Уже первый день показал, что если мы перестроимся на школьный лад, если мы поставим себя в жесткие рамки, то результат будет лучше. Как мы шли к успеху? Ну, разными способами. Мы обсуждали сложившуюся ситуацию. Причины, последствия, почему мы оказались в таком положении. Извините. И мы ввели школьный режим, сделав лишь одно пославление — вставать в 8 вместо 7, потому что видеоуроки начинаются не раньше 9, и жаворонков в нашей семье нет. Мы ввели четкие правила поведения, как сидеть за столом, что все учебники необходимой и принадлежности должны быть готовы. У нас существует запрет на еду и питье во время уроков, но есть перемены. Даже одежда, конечно, не школьная форма, но в трусах и ночнушках дети не учатся. И мы даже пытались визуализировать, представляя, что это не домашняя, а школьная обстановка, задаваясь вопросом, а в школе ты бы так сделал, сделала. На создание вот этого ощущения школьной среды вышло недели две, и ощущение каникул прошло безвозвратно, честно сказать. Мы ждали апрельской недели отдыха, как обычно. Усталые, но радостные, что она началась. Также ждем и летних каникул. Получается, что надо не просто сказать, что учеба дома – это так же важно, как учеба в школе. С этим вполне справляется ЕКОЛЬ, где последние почти два месяца список заданий только растет, а их невыполнение влечет за собой появление негативных результатов. Согласитесь, мотивирует шевелиться. Но надо создать среду и репетировать, так сказать, до появления удовлетворительного результата, будь то оценки или уменьшение времени выполнения заданий. И если говорить о семье, где родители не дома или сами работают дистанционно и не могут контролировать детей постоянно, как я, тут не сложнее говорить, конечно, но я бы, наверное, попробовала бы использовать это время для развития у ребенка такой важной способности, как тайм-менеджмент и расставление приоритетов. Ну, техник и методик полно на просторах интернета. Ну, да, это более трудоемко, но если преуспеть, то результат будет очень положительным. Потом, мы позже немножко поговорим про мотивацию, как вот это мотивировать детей, как раз делать то, что нам нужно, а не то, что им хочется. На самом деле, хочу особо обратить внимание на вот этот момент про расставление приоритетов. Тем, кто не может с детьми по определенным причинам сидеть целыми днями, наверное, родителям, я имею в виду, стоит взвесить все вопросы, мы должны выделить важное. Если ребенок не успевает все дома сам, значит, на какие-то вещи стоит просто обращать меньше внимания. То есть, какие уроки важны, это вам вы определяете или вы можете определить вместе с учителем, договориться, например, с классным руководителем, что, слушайте, мы все не успеваем, и абсолютно ни одна школа не ждет, что кто-то начнет там по 24 часа в сутки учиться. То есть, это все стоит обсуждать. В случае любых проблем, наверное, да, нужно звонить школе. Что мне понравилось, то, что ты, Настя, визуализируешь вот это школьное пространство и то, что вы его имитируете. Наверное, да, это в какой-то момент действительно очень поможет. Если ребенку сложно, и он хочет дома расслабиться, и не хочет учиться, то, наверное, визуализация школьного пространства и вот это повторение графика – это один из способов. На самом деле, хочу спросить Никиту, мотивация детей, да, допустим, в данном случае учиться, она сильно зависит от возраста. И если мы говорим о том, что дети разных возрастов, их нужно мотивировать по-разному, можешь ли ты, как профессионал, как психолог, дать какие-то советы родителям о том, на что обратить внимание, какие способы мотивации работают в случае разных возрастов детей? Действительно, в зависимости от возраста это немножко отличается. Чем младше ребенок, тем проще. Когда они совсем маленькие, у него все еще высокий авторитет родителей, ему можно просто сказать. А когда они подрастают, этот подростковый период становится сложнее. И важно понимать, что просто объяснить не получится. Это иллюзия. Меня постоянно родители спрашивают, а вот как бы нам так объяснить, чтобы он понял? Не работает, не поймет. К сожалению или к счастью, мы так устроены, что исключительно биологически для нас негативная или кризисная мотивация, вот как для людей, гораздо эффективнее, чем какая-то позитивная. Я не говорю, что нужно превращаться в тиранов, но простой пример. Все ругаются, что дети сидят в гаджетах, в интернете, смотрят YouTube или играют в игры. И, на мой взгляд, это, наверное, самый такой очевидный способ мотивировать детей. Есть множество программ для родительского контроля. Родитель может просто заблокировать все это на телефоне. И нужно просто руководствоваться простым правилом. Это даже касается не конкретно дистанта, не конкретно учебы. Ваш ребенок должен понять, что у его действий или бездействия будут последствия. Мы привыкли защищать детей от этих последствий, потому что они маленькие, беспомощные. И мы продолжаем защищать их от этих последствий, когда они подрастают. Но это тот самый, та самая ситуация, где можно использовать их вот эту цифровую зависимость для той самой мотивации. То есть, например, не будет никаких игр никакого Ютуба, когда по списку все не будет готово. И мы, например, как используем, у нас нет вот этого жесткого тайминга, что, например, до трех часов все должно быть сделано. Он может даже там до четырех или до шести вечера сидеть, но он знает, что он не получит свои виртуальные развлечения, пока не будут сделаны уроки. Это уже мотивация на его стороне. И тут важно, да, не давать слабину, я так понимаю, что если я пригрозила, что я тебе не разрешу, и потом решила, что все-таки ты у меня такой хороший, я все-таки разрешу, то это играет потом против меня. Совершенно верно. То есть, когда родители говорят, как бы нам объяснить, это значит, что мы один раз объясним, и нам больше ничего не нужно будет делать. На самом деле, вот создание той самой мотивации, это очень сложная задача для родителей именно не поддаваться. Ну, вроде бы же сделал, поэтому отменяются все ограничения. Это тяжело. Ясно. Хорошо. Вот кроме того, что домашняя обстановка, она не всегда настраивает на рабочий лад, то количество времени, которое мы сейчас проводим все вместе, вынуждено, и в любом случае, неважно, хожу я на работу или нет, оно заставляет нас заново привыкать друг к другу. Особенно в ситуациях, когда раньше, может быть, в каких-то семьях кто-то был больше независим, дети там были больше сами по себе, я не говорю, что это плохо. Независимые дети, которые сами справляются, это замечательно. Но теперь, когда приходится столько времени проводить бок о бок, наверное, немножечко обостряется вот эта проблема отцов и детей, да, то есть начиная от того, кто когда хочет есть, если мы обедаем там, и ребенок не хочет обедать в это время, начинаются конфликты, заканчивая тем, сколько там времени проводить за гаджетами. Вот опять же, Никита, хотела бы тебя спросить и про вот этот момент, о том, что мы начинаем притираться друг к другу, вроде как мы же много лет живем с нашими детьми вместе, да, но вот это опять же ситуация немножко другая, когда мы со своими же родными людьми вынуждены вот проходить вот этот вот момент заново, что, как здесь привыкать к этому безболезнению, может, как-то? Ну, да, важно не находиться в этой иллюзии, что раз мы все родные люди и все друг друга любим, то у нас все само собой будет плохо. Я часто говорю, что если бы любовь работала, у психологов бы работы не было, у них ее очень много. То есть чисто биологически для нас общение с другими людьми, даже с самыми близкими и родными, оно затратно, наш мозг вот прям устает. Нужно удерживать в голове, что они там хотят, балансировать между своими какими-то интересами, банально по коридору разойтись, опять тут все ходят, оно прям возникает раздражение. И опять же, нет вот такой простой инструкции, чтобы раз, два, три взяли, сделали, и у нас больше проблем с общением нет. Важно понимать, что вот эти проблемы с общением, это, к сожалению, нормально. И это просто означает, что не сейчас я им всем объясню, как я тут недоволен или недовольна, и они все поймут, что нужно адаптироваться как нам, так и им. Ну, и опять же, кризис, он не то, что он вдруг сразу наступил, на самом деле, кризис – это актуализация отложенных проблем. То есть мы терпели, нам все надоело, мы ушли там, не знаю, на работу, успокоились, и потом все опять сначала. И опять же, кризис, он просто заставляет нас пересмотреть более критично свое общение, как мы умеем строить свой собственный распорядок дня. То есть это нормально, это просто показывает нам вскрывшиеся проблемы, которые мы раньше имели возможность откладывать на потом. Вот больше возможностей нет, мы все оказались в одной квартире в одно и то же время, и все эти проблемы вылазят. И опять же, можно бесконечно про это говорить, но самый простой вариант – это действительно начать более осознанно подходить к планированию своего дня и к тому, как мы общаемся. Что если у меня, я, например, работаю из дома по большей части, и мы с ребенком договорились так, что первую половину дня он меня не дергает со своими уроками, он занимается уроками, я занимаюсь работой. Если у него есть вопросы, он может подойти, я все ставлю на паузу, объясняю, я убеждаю, что он может дальше сам продолжить, мы опять расходимся, занимаемся своими делами. И то же самое, что я раньше говорил, если мы хотим провести время вместе, поиграть, не знаю, там, в компьютерную игру, в шахматы, посмотреть кино, мы это будем делать вечером, мы заранее наметим себе время, и мы это сделаем, только если все наши дела сделаны. И опять же, мы общаемся, что не то, что ты плохой, там, наказание и так далее, я не смог сделать важные для меня дела, потому что ты меня там дергал, поэтому если мы хотим посмотреть кино, мы посмотрим завтра, а сегодня я буду работать. И это тоже создает у ребенка понимание, что не просто его там оставили одного, что у родителей точно такие же проблемы, работа, и они вынуждены это делать. Да, но с другой стороны, ты говоришь, что просто объяснять недостаточно, то есть если я ему просто один раз объясню, то все равно у меня ждет впереди большая работа. Говорить об этом важно, этого просто недостаточно, но опять же, если он рассчитывал на вечернее кино, и он его не получил, потому что мы договорились, что он меня не будет дергать, а он меня дергал, там по причине, без причины, ну как-то опять же, нюансы, то это и будут те самые последствия, что он не выполняет наши договоренности. Мне не нужно превращаться в того самого тирана, ругаться и так далее, я просто позволяю ему столкнуться с последствиями. В следующий раз ему придется немножечко побольше включить голову, что а может я сам могу сделать, чтобы никого не дергать, чтобы посмотреть вечером кино. Окей, но здесь важно было, что по умолчанию, все хорошо не будет, даже несмотря на то, что мы как бы люди близкие, да, и вот. Совершенно верно, это все, это будет тяжело, все можно сделать еще хуже, если у нас ложные ожидания, что у всех все хорошо, только у меня все плохо. Мы начинаем искать виноватых, и все ломается. Ага, хорошо. Тань, вот ты у нас мама четырех детей. Вообще для меня, у меня у самой трое, но четверо это просто геройство. Расскажи, пожалуйста, вот какие проблемы в этом плане, просто у тебя еще дети разных возрастов, да, с какими проблемами именно вот между родителями и детьми, да, пришлось столкнуться, потому что, наверное, у тебя в этом плане обзор шикарный должен быть сейчас. Самый главный вопрос, который встал буквально в первые же дни дистанционного обучения и карантина, это был мой собственный ресурс, потому что у меня очень резко столкнулось с ситуацией, где на работе с меня требуют, никто ничего не спустил меньше, и в то же время детки все дома, и та рутина, которая была раньше, очень четкая рутина, с девяти до четырех дети там в школе, у нас очень большая ставка на самостоятельность была сделана. Дети сами знают, как добираться в школу, со школы, тренировки, сам себя покормил, сам себя, то есть вот это вот была проработана, схема огромная, была сделана большая работа, и это все обвалилось в один день просто. И буквально за несколько дней нам пришлось перестроить полностью всю нашу рутину, для того, чтобы наш родительский ресурс просто не потерпел крах. То есть для меня первым и самым главным вопросом стали не детские школьные дела, там не было проблем, скажем, а именно мой собственный ресурс, потому что я понимала, что я должна оставаться доброй, милой, хорошей, и в то же время взять на себя ответственность, быть строгой в тех моментах, в которых, допустим, с детьми строгими был учитель, или тренер, скажем. То есть все это легло теперь на мои плечи, потому что я осталась дома, работает муж, понятно, работает там у себя на работе целый день, домой приходит ближе к 7 вечера. Так что работали мы с детьми, в основном долго объясняли, рассказывали, и разговаривали целыми днями на тему, как не перегореть ни вам, ни мне, как сделать так, чтобы наша семья функционировала. Старшие дети эти разговоры понимали прекрасно, они задавали вопросы, они для них, конечно, большими глазами на меня смотрели, о, как интересно, давай поговорим, да, были, конечно, вспышки гнева где-то, что-то недовольство, что-то не разрешалось, но опять-таки я говорила, иди сюда, мы будем разговаривать, откладывала работу, говорила, мы будем разговаривать, вот пока мы не проговорим, пока ты мне не научишься рассказывать твои эмоции без каких-то, скажем, вспышек там, недовольства, в общем, мы очень много проблем решали именно такого характера, а школьные дела у нас остались, школьные дела, я вообще, была та же ставка на самостоятельность, и, но об этом мы еще поговорим, видимо, как бы там не было проблем, а как решали мы между, скажем, между старшими конфликтами, понятно, возникали, девочки 11, мальчику 8, они отставили свои границы, отставили их разными путями, не всегда вежливо, понятное дело, и над этим мы работали, иногда не получалось у нас это проговорить, скажем так, вежливо проговорить, и у меня уже нервы сдавали, у меня не получалось вежливо разрулить их ситуации, тогда я их разъединяла полностью, разъединяла так, чтобы они не сталкивались, и дальше это потихонечку давало время, всем остыть, еще, конечно, давало больше дел, больше заданий, когда голова занята делами, меньше остается энергии на вот эти стычки, благо у нас малыши есть, за которыми надо присматривать, и дочь моя, я 11, я считаю, она безумно взрослая, она возрослела за этот карантин, еще на несколько лет, мне кажется, и у меня появилось доверие, намного больше к ней даже, чем раньше, потому что я видела, как она мне помогала, то есть, ну, когда есть маленькие в семье, я бы старших не огораживала от тех забот, которые легли на меня, эти же заботы легли на старших, один раз мы учительницы даже написали, извините, сегодня у нас ничего не сделано, и не могло быть сделано, потому что мама должна была работать, все. Да, я помню это, что девочка смотрела, тогда помогала тебе, целый день она занималась, я вот здесь читала одно интересное мнение, что, да, мамы говорят о том, что все свалилось на них, и дети не слушаются, невозможно заставить ребенка делать то, что мама хочет, правильно ли я понимаю, тут, наверное, вопрос сейчас и к Тане, и к Никите, мы на эту тему только разговаривали, что все равно нужно говорить в любом случае, то есть, ты приходишь с работы и не в состоянии ребенку объяснить, что, слушай, вот это вот твое задание, ты его должен делать, и если ты это не делаешь, то будут такие последствия, это то, о чем Никита говорил, то бесполезно ждать от ребенка, что он вдруг по умолчанию в одно прекрасное утро поймет, что, да, окей, слушайте, действительно мне нужно учиться, так это не работает, я так понимаю, да? Окей. Хорошо, поехали дальше. вот сейчас очень много споров возникает по поводу того, нужно ли помогать детям делать уроки. Вот я лично сама поддерживаю вариант оставить ребенка в покое, если ему нужна помощь, он попросит об этом, если не нужна помощь, не сделает, получит два, ему же ее исправлять, я свои 12 лет уже отучилась, и даже больше из университета читать, вот какие, как у кого, какие мнения по этому поводу, потому что я знаю, что у нас мнения очень сильно разнятся. Настя, как у тебя? Ну, я вижу сложившуюся ситуацию таким образом, дети дома сейчас выполняют не домашнюю работу по материалу, который они разобрали с учителем в классе, а часто учатся самостоятельно с помощью учебников и презентаций. Да, есть видеоуроки, у моей дочери в большем количестве это очень помогает, как с новым материалом, так и с поддержанием языковой среды, так как она учится в полном языковом погружении. У сына в меньшем количестве видеоуроки проходит, но это тоже огромная помощь со стороны учителей. Если вернуться к тем моментам, когда ребенку надо самостоятельно разбирать новый материал, выполнять задания по нему, то тут я представляю себе, что в обыкновенной ситуации на уроке он мог бы задать вопрос учителю и получил бы на него ответ. То есть я не считаю правильным оставить его без поддержки в этой ситуации. Что я имею в виду под поддержкой? Это ни в коем случае не выполнение заданий за ребенка. Для меня это возможность наконец-то научить их навыкам учиться, правильно подходить к заданиям и уметь находить информацию и применять ее. Конечно, всему этому учат в школе, это сквозные темы на каждого предмета, но не забываем, что в классе не один ребенок, а 20-30, и программа требует прохождения массы тем. То есть на эти навыки остается очень мало времени. Дистанционное обучение дало мне, лично в нашей семье, возможность развивать в своих детях функциональное чтение, например, то есть умение отвечать на вопросы, разумно тратить время на задания, уметь использовать различные стратегии выполнения различных заданий. Также это умение пользоваться словарем. То есть да, они регулярно спрашивают, что значит то или иное слово на английском или эстонском языке, но я упрямо отправляю их к словарю. Но то подсказываю начальную форму слова, потому что словарь работает именно таким образом, то помогаю выбрать более подходящий вариант перевода, потому что перевод одного слова с русского языка, на эстонский или английский, дает массу различных вариантов, которые не всегда равнозначно подходят в текст. Я работаю над их умением правильно структурировать свое письмо, как написать вступление, как написать заключение, как высказывать мнение и приводить примеры. Конечно, для этого первые работы ты прям прорабатываешь вместе с ребенком, приводишь примеры, как начать, как закончить. Но он пишет сам, только сначала он формулирует свои мысли устно, а потом уже записывает. То есть мы проговариваем, мы обговариваем тему, правильно составляем предложение, чтобы это было не просто поток мыслей на бумаге, а структурированное письмо, то, каким его ожидают в академической среде. Потом я учу их развивать свой словарный запас. Если бы я их оставила выполнять работу по эстонскому или английскому в одиночку, они бы, конечно же, выполнили их, но используя знакомый им лексикон. Я же заставляю их использовать новые слова, как в устной, так и в письменной речи, и слежу за этим. Я использую карантин с целью развивать их межпредметные навыки. Ну вот и в этом им помогаю. Используя те предметы, по которым им дают задания. То есть не выполняют задания за них, то, которое дано учителям, а помогают выполнить его эффективно и научиться выполнять любое подобное задание эффективно. Да сейчас у меня прям комплекс неполноценности развивается, потому что я туда вообще не лезу, выполнила и выполнила. И то, что я просто слушаю, что ты говоришь, это на самом деле большая работа в любом случае. Даже если ты не выполняешь за них задания, все равно вот это время, которое ты с ними занимаешься, огромно. Анастасия, я вижу ваш вопрос. Вопрос заключается в том, как выработать самостоятельность у ребенка при выполнении домашних заданий. Мы об этом немножечко чуть-чуть попозже поговорим. Как раз на тему того, как быть последовательным в своих требованиях и вот настаивать именно на том, чтобы они что-то делали сами. Так, Света, про уроки. Как у тебя организован этот момент? Ну, сначала, как и у всех, на дистанционном обучении были сложности. То есть это каждые пять минут мама, папа, что делать, кому отправлять, как отправлять, где делать, компьютером, в телефоне, планшете, в тетрадке. Ну, то есть, как у всех, наверное, эти проблемы были. То я изначально сказала, я всегда для тебя есть, но ты должна ко мне обращаться в том случае, если тебе действительно нужна эта помощь. Не так, что ты даже книжку не открываешь, и ты мне говоришь, что ты не знаешь, что делать. А именно тогда, когда ты действительно все проработала, тетрадку, учебник, свои мысли, дополнительные источники, и ты не знаешь действительно, как ответить на этот вопрос, то только в этом случае я готова помогать. Папа нам очень большую помощь, слава Богу, но в конце рабочего дня чаще всего. Поэтому я, как Анастасия, я считаю полностью, я поддерживаю ее мысль в том, что нельзя оставлять ребенка в этой беде, потому что это все-таки проблема. Да, в школе помогал учитель, сейчас дома, мы тоже немножко учителя теперь, ничего не поделаешь. Но я считаю, что нельзя оставлять ребенка, так сказать, на произвол судьбы. То есть дело сделал, как сделать, но твоя проблема. Я так тоже не могу, поэтому я все-таки стараюсь помогать, но минимально теперь уже. У нас это работает действительно. Я очень благодарна за самостоятельность своей дочке, которая в пятом классе. Поэтому у нас это работает, но, опять же, эти границы были расставлены изначально. То есть я помогу, но ты должна сама проработать, узнать, и только в этом случае, если ты уже никак не понимаешь, ну тогда мы посмотрим с тобой это вместе. Я, конечно, не делаю за нее ничего, нет, конечно, абсолютно нет. Даже если она не знает, как ответить на вопрос, я ее всегда стараюсь направлять. Не дать ответ, а направить. Муж меня в этом полностью поддерживает. А скажи, ты сказала, что папа занимается после работы. Много времени у папы уходит с ребенком заниматься? Достаточно, да. Есть предмет, конечно, например, математика, где нужно больше ребенку объяснить. Не так, что 2 плюс 2 будет 4, да, понятное дело. У него абсолютно другой подход, он мне очень интересен, и у них свой мирок. Я даже туда не лезу, если честно. То есть она слышит, у них какие-то свои теоремы, я туда даже, честно говоря, не лезу. Время уходит, да. Если она готова слушать и слышать одновременно, то это, ну, может быть до часу. Если она не готова, то приходится время от времени, то есть проработать психологически, да, этот настрой ребенка. Его надо проработать, подготовить еще, так скажем, подпитать чем-то. И только тогда они возвращаются, может быть, к заданию. То есть это действительно дни разные, настроения разные, да, то есть, ну, нету, нету этой, может быть, эта рутина есть, но дни все разные, то есть. Поэтому время уходит по-разному. Хорошо. Настя, вот еще хотела спросить. Достаточно много ты с ними занимаешься, не боишься? Ну, в смысле, я понимаю, что ты не делаешь задания за них, но все равно время, которое ты с ними проводишь, не боишься, что где-то в какой-то момент возникнет такой вопрос, что, мама, помоги, и я вот тут никак мне. Боюсь. На самом деле, боюсь, и стараюсь себя держать, ну, в рамках, чтобы не перегибать палку с помощью. Просто, ну, скажем так, пока ловлю момент, пока у меня есть время и у них есть время получить что-то сверху школьных знаний, то, что им пригодится в жизни, ну, пользуюсь пока. Все равно это закончится в ближайшем будущем, начнутся летние каникулы, а дальше я выйду на работу, и все. Но понятно, что, с одной стороны, важно здесь не бросить ребенка одного, с другой стороны, не перегнуть с этой помощью, потому что, в итоге, все это может вылиться в развитии несамостоятельности, нерешительности, может быть, даже лени какой-то. Вот я думаю, может быть, Никита сможет этот момент лучше прокомментировать. Действительно, есть такая вещь, как выученная беспомощность, и нужно понимать, что грань очень тонкая, то есть многие родители, когда начинают помогать ребенку с домашним заданием, в итоге это превращается, что я уже устала с ним сидеть, давая за тебя, вот этот ответ, вот это сюда пиши, и в итоге мама начинает просто тыкать, сюда пиши это, сюда пиши это. Что в этот момент понимает ребенок? Что мне достаточно помыть, потянуть время, и за меня придут, и все сделают, и мне не нужно будет напрягаться. Так тоже можно. То есть важно понимать, что не то, что там мама плохая, или ребенок плохой, никто не плохой, у нас действительно, благодаря эволюции, очень ленивый мозг, задача мозга выживать, и экономить энергию. И это то, чем он занимается там у нас под капотом. Если я вижу, что раз за разом, когда я там ною, мямлю, тяну время, за меня приходит волшебник в голубом вертолете и все делает, то это уже не мой выбор, я подсознательно делаю уроки, используя вот эти социальные игры и эмоции. Вот. Это важно понимать. У нас тоже ленивый мозг, нам тоже тяжело терпеть все это, и нам гораздо легче взять, ну, я же знаю ответ, он у меня в голове, вот я сказал ответ, и вот он записал, вроде сам сделал. То есть, мне очень понравилась фраза Анастасии, что нужно, не конкретно нам нужно сделать уроки сегодня вечером, нам нужно научить ребенка учиться. выиграть не битву, не сражение, а целую войну. Нам нужно сделать так, чтобы у ребенка не возникла эта идея, что если я поною достаточно долго, то за меня все разруется, и мне не нужно будет напрягать мозг. И, опять же, да, с другой стороны, в кризисе не только мы, дети тоже в кризисе, для них это что-то новое, им нужно адаптироваться, им тоже тяжело. И, конечно же, не нужно их оставлять один на один, но, наверное, идея в том, чтобы найти каждому вот тот самый свой баланс, что я за него ответы не пишу, если у него действительно вопросы, я здесь, чтобы помочь, но если я вижу, что это очевидный вопрос, он просто не хочет сам делать, я ему на это указываю. У тебя есть все для того, чтобы решить эту задачу и немножечко направить. Вот здесь мы смотрим задание, вот здесь ты сможешь найти ответы, я пошел заниматься своими делами, если будут еще вопросы, обращайся. Я думаю, что это как раз ответ на вопрос Анастасии, который был в чате, что как выработать самостоятельность, последовательно показывать, что, знаешь, вот с этими вещами ты можешь справиться сам. К сожалению, складывается так, что иногда это у нас занимает гораздо больше времени, чем махнуть рукой и уже помочь там что-то сделать за него. И здесь есть смысл за себя определиться и решить, готов ли ты тратить это время на то, чтобы объяснять, а в принципе это задача родителей, научить ребенка как бы справляться в этой жизни. Или в данный момент жизни тебе проще что-то сделать за него. Но, как Никита вначале говорил, все имеет свои последствия. Если я один раз сделаю за него, второй раз сделаю за него, то на третий раз он скажет мне, мам, слушай, а что изменилось-то? Ты вот до этого за меня все делала, почему я сейчас должен сам? И чем старше они становятся, тем, к сожалению, сложнее объяснить, что ты знаешь, вот уже вот этот вот момент сейчас, вот тебе, пожалуйста, удочка, чтобы ты мог эту рыбу поймать. Я тебе рыбу больше не дам, чтобы ты мог ее есть. Ты должен сам пойти и себя обеспечить какими-то необходимыми вещами. Так, я предлагаю поговорить на очень интересную тему, тему использования гаджетов дома. То есть, опять же, в любой другой ситуации, если бы наше дистантное обучение позволяло хоть какой-то контакт с преподавателем вне онлайна, можно было бы, наверное, без них как-то обойтись. Но теперь весь наш дистант, он на самом деле превратился в цифровое, в электронное обучение, и мы, ну, никак без этого не справимся. Что здесь? У кого какие подходы? Потому что цифровую зависимость никто не отменял, и это большая проблема, и как только я знаю, что даже моему ребенку в руки попадает телефон, там происходит просто адская внутренняя борьба, включить игрушку, пока мама не видит, или заняться все-таки делом. Ну, и от этого никуда не уйдешь. Я себе, например, отдаю отчет, что да, у нас могут быть проблемы, мы с этим работаем, ограничиваем, еще что-то. вот, как у кого... Света, давай с тебя начнем. Подожди, Екита. Да? Ну, у нас с этим строго. Сделал уроки, пожалуйста. Ну, опять же, там какие-то свои ограничения, но приоритеты все-таки в доме расставлены. То есть, если это будни, с понедельника по пятницу уроки, пока уроки не сделаны, к сожалению, расслабиться мама не даст. То есть, это у тебя идет как поощрение, да? Нет, я бы не сказала, но у нее достаточно много дополнительных заданий, помимо уроков домашних, так скажем. Поэтому, я бы не сказала, что это поощрение, но я думаю, что, возможно, ребенок это так и воспринимает. Поэтому, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно, все дети тянутся за этими гаджетами, это понятно, у всех легкая зависимость, не только, наверное, у детей, также у взрослых. Поэтому, сначала уроки, но у нас этим действительно строго. Мы ограничиваем это использование этого времени, этого гаджета, но все только после урока. Конечно, она делает паузы, переменки, да, такие. Конечно, она отдыхает от школы, невозможно сидеть, да, с самого утра, с 8 утра до 4 утра, не вставая со стула, этого не происходит, нет. Ребенку должно быть комфортно дома, несмотря на то, что эта обстановка действительно наша учебная в какой-то. Скажи мне, как ты, вот она же смотрит уроки в ЕКОЛ, тоже в гаджете, ты как-то отслеживаешь, что она там делает, или просто отдала, забрала? Нет, я, к сожалению, или к счастью, я не знаю даже, я отслеживаю, особенно в начале, да, меня действительно интересовало то, что она мне говорит, с комнаты соответствует ли действительности, я ей говорю, ты в ЕКОЛ смотришь, или ты опять отвлеклась там на какую-то другую программу, но я все-таки изначально хотела сама проконтролировать ситуацию, действительно, слова и действия, это одно и то же, или это расходилось, но на самом деле ребенок у меня оказался честный, поэтому я до сих пор иногда просматриваю, просто, может быть, ради интереса, но все у нас, все-таки происходит на доверии, я всегда обожаю просто разговаривать с своим ребенком, поэтому оно у меня честное, пока что надеюсь на долго. У тебя еще, может быть, так все и будет, а может быть, все впереди. Да, Таня, как у вас? У нас так, что мы действуем по принципу доверяй, но проверяй. Когда-то, когда дети только старшие начали пользоваться гаджетами, это, конечно, случилось не очень рано, мы как можно дольше оттягивали этот момент, в принципе, до школьного возраста никаких гаджетов у нас были для взрослых, то есть любые гаджеты имели назначение работы, учебы и так далее. Максимум мультик по телевизору. Дети попали в школу, естественно, не попали в этот мир, они окунулись головой в мир гаджетов, и тогда мы начали тесную работу над тем, что, конечно, у нас в любой гаджет, на всех гаджетах появились программы не тотального контроля, а программы, которые вырубают в 10 вечера гаджет. Скажем, тот же Family Link на Samsung-устройствах, на Apple, у них своя встроенная программа, то есть такие, скажем, легкие, легкое такое манипулирование временем. Ну, конечно, если у ребенка появлялось страстное желание дольше времени проводить, то шел разговор, разговор не помогал, тогда просто гаджет вырубался. То есть мама прошла интенсивный курс сама, интенсивный курс того, как управлять гаджетами. Слушай, ну я тут могу сказать, могу сказать такую вещь, что у меня, например, сын, у нас тоже была программа контроля достаточно долго, я скажу, несколько лет, а в какой-то момент он дорос до того, что он у нас ее взламывал. Мы ставили новую программу, он эту новую тоже взламывал. Мальчику 13 лет. Ничего не требовалось, никаких особых навыков, просто там какие-то комбинации команд на телефоне, и эта штука слетала. Причем мы перепробовали несколько программ, после этого просто махнули рукой, я вот хожу и смотрю, что он делает. Периодически захожу в комнату, говорю, привет, я вижу, или там, все хорошо, молодец, постоянно вот это подкрепление, что если ты делаешь правильно, то, соответственно, ты молодец, потому что по-другому, ну да, ну нет, можно орать бесконечно, конечно. я пришла к выводу, что все эти программы, так сказать, такого контроля, опять-таки легкого контроля, я приверженец такого, доверяй, но проверяй методы, то есть все-таки доверие, оно существует, и мы о доверии каждый день говорим практически. Я считаю, что они все работают лет до 12-13. Конечно. И тогда, когда ребенок на начальном этапе, и я как родитель, то же самое, что взять ребенка за руку и выйти там в Лос-Анджелесе в центр города, я его должна держать за руку. Потом, когда он подрастает, я эту руку отпускаю, потому что я уже научила тому, как защищаться. И вот, у меня, допустим, 8 лет мальчику, с ним мы проходим программу более жесткого контроля сейчас, когда почему, не потому что я ему запрещаю, нет, у любого запрета есть назначение, цель. И вот объяснение этих запретов, это то, что мы сейчас учимся не падать больно, то есть не натыкаться на какой-то злой контент, скажем, избегать контента ненужного, не попадаться на уловки мошенников, которые могут мою карточку опустошить. То есть мы очень проходим все эти этапы, мы их объясняем постоянно, как у вас можно наколоться в интернете таким образом, что просто как бы, ну, тебя ограбят, меня ограбят. Деньги у моих знакомых снимали так со счетов, те же игры и так далее. То есть мы все это объясняем и все это проходим в такие этапы. Допустим, к 12 годам, вот у меня старшая дочь, я уже вижу, что да, она тоже прекрасно сломает что угодно. Я это знаю. И поэтому я приду и поговорю, если я вижу, что что-то происходит не так, как мне бы хотелось. Этот разговор, он работает в этом возрасте уже лучше, если он начался лет в 7-8. Именно разговор, не просто ограничение. За любым ограничением должен идти разговор жизненный. То, что это ограничение, это только ради твоей защиты. И если ты хочешь, то мы эту энергию твою, тебе интересно, да, человек попадает в новый мир, ему интересно, я не могу его запретить. Если мы что-то запрещаем, мы должны что-то предложить. Предложить такое, чтобы ему было так же интересно. Допустим, окей, я предлагаю там походы, самокаты, горные лыжи. Мы предлагаем кучу всего детям для того, чтобы им было интересы помимо гаджетов. Я предлагаю онлайн-школы. У меня оба старших ребенков учатся в онлайн-школе тоже как бы международной. Им это интересно. Особенно на период карантина. Да, я плачу какую-то сумму, эта сумма не мега большая, эта сумма, скажем, дешевле, чем если наш частный учитель в Эстонии брать частного преподавателя. Но дети попадают, они через гаджет учатся, им это безумно интересно, они осваивают этот мир. То есть я эту энергию пытаюсь направить в нужное русло. Плюс, скажем, мальчику сейчас безумно интересно в гаджете что-то там изучать. Вместо новой игрушки мы ему приобрели программу монтирования фильмов. Она стоит дешево. И так, как среднестатистическая вот игрушка в магазине, скажем. Ему это интересно. Вот он хочет там что-то делать, он идет в эту программу, он делает фильмы, он соединяет видео, и мне это интересно, ему это интересно. Нам всей семье вообще это стало интересно. Мы пытаемся эту энергию направить в нужное русло. Так, Никита. Цифровая зависимость это действительно проблема, к сожалению, часто недооцененная, и у нас тоже с этим проблемы. Мы тоже поначалу доверяли, потом мы выяснили, что действительно ребенок обманывает. я на это смотрю спокойно, потому что, опять же, я понимаю причины, понимаю механизмы. Для нашего ленивого мозга какие-то вот эти игрушки, звездочки вылетающие, все очень быстрый, дофамин, вот это действительно слишком сильный соблазн. Простой пример, если мы заходим в девятиэтажное здание, и у нас есть лестница и лифт, мы будем вызывать лифт. Если у нас есть Инстаграм, а рядом открыта научная статья на иностранном языке, нам легче посмотреть Инстаграм. Наш мозг доставляет нас выбирать более легкие задачи и получать тот самый дешевый дофамин. То есть, к сожалению, опять же, вот эта цифровая зависимость держится на нашей биологии, разработчики игры это понимают и делают продукты, которые хорошо заходят. И да, мы нашли для себя вот об этом уже говорили. Простой выход это приложение, в котором я могу заблокировать все эти игры. И мы опять же об этом говорили. Я использую виртуальное развлечение как тот самый пряник после тяжелой работы. Если поначалу у нас был какой-то договор, что у него условно говоря 30 минут игр по умолчанию, но давай ты сначала поучишься, а потом игры. И мы увидели, что ничего не делается, а просто играется, то мы в принципе убрали вот этот вот эти полчаса. Он в принципе не может поиграть, пока он что-то не сделает. То есть нам пришлось взять вот такой жесткий контроль. Но опять же, когда раз за разом он это получает, он примерно за две недели адаптировался. То есть поначалу все шло со скрипом, потом все начало делаться вот само. Там был вопрос про ту самую самостоятельность. мы достигли самостоятельности, забрав то, что ему очень нравится и включая компьютерные игры после того, как он самостоятельно все сделал. И теперь мы помогаем ему исключительно с вопросами, которые он действительно сам не может решить. Вот сработало очень хорошо. То есть замечательный метод вот этого пряника, вот он как бы хочет получить, пожалуйста, так и есть. Многим эта фраза не нравится, но у нас действительно мозг примата и самый эффективный для него способ это метод кнута и пряника. Что будет плохого, если я этого не сделаю, что будет хорошего, если я это сделаю. И задача родителей просто создать для ребенка условия, в которых это понятно и повторяется изо дня в день. Его автоматический мозг сам войдет в эту систему. Настя, вот ты с детьми много занимаешься, я знаю, что у тебя и гаджетом такой тоже немножко интересный подход, назначение, да? Что ты делаешь? Ну, у нас все строго в течение учебного дня, дети не отвлекаются на свои телефоны до тех пор, пока не закончат все уроки, ну, максимум сын может ответить на вопрос одноклассника, но тут я совершенно не против. И это не вызывает никаких проблем, то есть никаких восстаний по поводу, почему нельзя пользоваться гаджетами в течение урочного времени у нас не возникает. после всегда с родительского разрешения не спрашивают, всегда можно теперь, да? Они могут провести время, просматривая видео и играя в приставку или компьютер. конкретного ограничения по времени у нас нет, но есть масса других дел, которые отвлекают их от этого занятия, но не позволяем бесконечно зависать в виртуальном мире. Что я хочу отметить положительного в отношении гаджетов, так это то, что дистанционное обучение опять-таки подарило нам возможность, возможность развития дигитальных навыков наших детей. 7 недель назад я поняла, что для успешного дистанционного обучения детям не хватает этих навыков, и мы потратили определенное количество времени, чтобы разобраться со следующими вещами, а именно электронная почта, например, от того, как открыть, до того, как прикреплять файлы, что писать в теме письма, и в конце концов регулярно ее проверять, потому что обратная связь, особенно в первой неделе, шла через электронную почту. Текстовый редактор, для нас это Word, за это время у детей увеличилась скорость печатания, и закрепились начальные навыки форматирования текста, главное научить их, этому они делать за них, то есть рассказать, открываешь эту складочку, нажимаешь эту кнопочку и так далее. Потом поиск в интернете, что написать в строку поиска, как выбрать подходящий вариант, потому что источников целая гора, как рецензировать, как ссылаться на источники, это все мы прошли, благо был задан реферат по географии сделать. Потом работа со словарями, использование начальной формы, я уже упоминала, потом выбор подходящего перевода, а главное выбор подходящего переводчика и надежного словаря, и это не Google переводчик, которым привыкли пользоваться большинство школьников. Потом работа с интернет-браузером, как сделать закладку, чтобы важные и часто необходимые сайты были перед глазами, и на них надо было просто нажать, а не искать где-то в ЕКОЛе уже ушло там это событие, или это домашнее задание ушло, где все было указано. Поэтому потом работа с документами, где их сохранить, как сохранить, как назвать так, чтобы потом было легко найти, и чтобы учителям было понятно, от кого этот документ и о чем он. Да, мы потратили на это время, теперь дети это умеют, это облегчает и ускоряет их учебу дома. Что касается пользы от игр на компьютере, она, кстати, тоже для меня достаточно очевидна в этой ситуации конкретной, учитывая, что мы серьезно относимся к правилам поведения во время чрезвычайной ситуации, и дети не имеют возможности общаться с друзьями и одноклассниками в реальной жизни, то игры, где все игроки встречаются в одной онлайн-среде, дают им возможность восполнить этот пробел, то есть превращая эту своеобразную тусовку с друзьями, то есть и отнимать это от них я не считаю нужно, то есть я позволяю, то есть я слышу, как они такие радостные голоса слышат из этих наушников, из микрофонов, да, они что-то обсуждают, там куда-то собираются группами, да, ну там, может быть, на кого-то нападают, но ничего сильно страшного я в этом не вижу, плюс у дочери проходят видеоуроки танцев, то есть это опять же с использованием гаджетов, да, а мы с сыном делаем тренировку, используя видео тренеров по плаванию, да, то есть опять же все это с лаптопа, да, для нас вопрос не в том, сколько можно использовать гаджеты, а как и какую пользу это приносит. Мы тут говорим про качество использования, да, все-таки. Я еще раз, Настя, восхищаюсь той работой, которую со своими детьми делаешь, честное слово, говорю, чем дальше тебя слушаю, да, тем больше я понимаю, что мне надо тоже, наверное, взять руки и заняться чем-нибудь полезным для моего ребенка, вот, на самом деле здесь вопрос был про подростков, я думаю, что у меня из всех участников беседы самый взрослый сын, сын 13 лет, он молодец, вот, как мы приучаем к самостоятельности сына, все очень просто, вот это самое, точнее, вообще ни разу не просто, честно говоря, вот это самая последовательность, если я говорю нет, значит, я стараюсь выполнять это. У меня плохо получается, у нас есть папа, который следит за тем, чтобы мама не поддалась влиянию, вот, и ребенок должен очень четко знать, что если он накосячил, то будут последствия. Очень тяжело держать некоторые свои, как это, наказания, да, то есть, если я в сердцах сказала, что там во вторник, что все, ты до конца недели не играешь в PlayStation, но так-то это, конечно, его пугает, и он себя тут же начинает вести хорошо, но к концу недели уже я и он, мы забудем, за что он был наказан. И, соответственно, у него даже был момент, когда он приходил ко мне и говорил, мам, а ты меня за что вообще наказал-то? И мама уже не умеет ответить на этот вопрос, потому что я в какой-то момент даже честно записывала, потому что, ну, в дурацкой ситуации попадаешь, ты его наказываешь на неделю без PlayStation, и потом уже через два дня не помню, за что. И потом поняла, тоже где-то прочитала умную мысль, что наказывать нужно так, чтобы это дало результат, но не растягивалось слишком надолго, потому что вот этот эффект, косяк и последствия, да, он должен повлиять. То есть, через пять дней ни я, ни он уже ничего не помним, за что он наказан, и это наказание, оно больше эффекта не имеет. И на самом деле здесь неважно мы работаем с подростками или с маленькими детьми, с маленькими вообще еще все хуже, потому что маленький помнит ровно 15 минут, и потом он уже вообще ничего не помнит. Ругать его абсолютно бесполезно в этот момент. И с подростком важно пережить момент, когда он начинает тебе отвечать. То есть, они выходят из себя, это нормально, это переходный возраст, и он начинает тебе говорить, ну, почему ты так себя ведешь, ну, почему ты так со мной себя вот там наказываешь, не себя, в смысле, ты меня наказываешь. Если в этот момент взрослый переходит на этот же тон, что я должна признать, я периодически делаю, ну, потому что раздражает, что ты меня спрашиваешь, ты накосячил, получай. Соответственно, ты опускаешься до его уровня, и он тебя не воспринимает больше как старшего партнера. То есть, в тот момент, когда ты начинаешь на него давить авторитетом, именно на подростка, я не знаю, Никита, потому что тоже прокомментирует, ты для него опускаешься на его уровень, и ты перестаешь для него быть вот человеком, которого он будет слушать просто потому, что он от этого загораживается. Таня очень правильно написала, что есть смысл с подростками общаться как с партнерами, как с коллегами, с уважением, то есть мы с тобой на равных, я признаю, что ты тоже уже большой, у тебя есть какие-то свои права, но в какой-то момент нужно, конечно, сманипулировать, чтобы он захотел делать то, что тебе нужно. Ну, или он не захотел, но он бы оказался в ситуации, когда он вынужден делать то, что тебе нужно. При этом самое сложное родителю, конечно, не срываться на эмоции, на вот это вот, что да я там сейчас и вот эти все вещи. Никит, есть у тебя что сказать еще по этому? Да, я постараюсь коротенько, я на самом деле на эту тему могу бесконечно говорить, потому что, ну, это проблема. Да, действительно, есть прям такой термин социальные игры. То есть мы решаем вот эти вот рациональные задачи из 21 века и наш мозг к ним просто не готов. Ну, да, я постоянно апеллирую к эволюции и к мозгу, потому что, на мой взгляд, там все ответы. Лучшее, что наш мозг умеет делать, это играть в эти социальные игры, кто там прав, кто не прав. Банальный пример, нам нужно о чем-то договориться, а что это я должен решать, и все, мы уже не решаем реальную задачу, мы уже выясняем, кто это должен решать. И это происходит и с коллегами, и с партнерами, и с подростками и так далее. И действительно, мы как родители в очень невыгодной ситуации, в том смысле, что вот в этот переходный период, условно говоря, там с 11 до 14 лет, у кого как, у детей прям включается этот механизм протеста, это тоже биологические механизмы, именно для того, чтобы он стал уже такой психологически взрослой личностью, которая еще не сформирована, но чтобы его перестали держать за ручку. Потому что, если этого не случится, он и останется вот таким, который ищет папу или маму, который скажет, как правильно, и в 30, и в 40 лет. То есть, с одной стороны, это вроде как нормально, но в 21 веке мы оказались в таком мире, где последствия могут быть откровенно опасные. И по закону мы за них отвечаем, а он нам уже может ответить, а детей там бить нельзя, и вот мы прям не знаем, что делать и куда бежать. Но опять же, во многом это последствия, что у нас уже подросток, мы не можем с ним договариваться, мы не можем его контролировать, что делать. К сожалению, часто это последствия того, что мы не научились это делать, когда ему было 6 лет, когда ему было 8 лет, когда ему было 10 лет. Но, опять же, любой родитель может создать, он имеет вот эти рычаги влияния на своего ребенка, даже когда он подросток. Я плачу за эту квартиру, я покупаю эту еду, вот банально, поэтому я имею право ставить правила. И да, ты можешь мне говорить, что я плохая мама, плохой папа, я буду плохая мама, если я буду продолжать позволять тебе делать какие-то вещи, которые могут тебе же навредить. Нам иногда нужно позволить себе стать в кавычках плохими родителями, потому что дети будут использовать эту манипуляцию, чтобы получить то, что они хотят. Но не ради сиюминутного удовольствия нашего ребенка, а для блага, для того, чтобы наш ребенок столкнулся с кризисом, с последствиями своих выборов. Так, мы немножко затянули с временем, на самом деле у нас еще есть несколько важных тем, на которые хотелось бы достаточно быстро поговорить. Настя, про общение в дистанции, вот ты учитель у нас, да, я знаю, что ты очень много занимаешься сейчас, хоть ты и в декрете, с детками своего класса, да, общаешься, и про это слышала. Вот чему нужно научить ребенка, родитель, как должен объяснить ребенку вот, про то, как общаться сейчас с учителем? Ну, во-первых, надо донести до ребенка, что общение обязательно должно происходить. Есть вопрос, напиши, сомневаешься, спроси, только тут важно, как, да, и, опа, опять возможность, научить ребенка корректно использовать электронные возможности общения, да. Ну, начнем с того, что твое настоящее имя и фамилия на видеоуроке и в адресе почты это признак профессионализма, серьезности и взрослости, да, до них это надо донести, что ты не какая-то конфетка или кошечка, да, ты Маша Иванова, например, да. Второе, тему письма надо обязательно прописать, а именно имя, класс, тема работы или обращение к учителю, да, то же самое с названиями файлов, то есть представьте, учителю приходит несколько сотен писем в день, и те они, если бы они все были безлики, как они их разгребут, в-третьих, не забыть поздороваться, поблагодарить, если уместно, поблагодарить, да, подписать письмо, да, мы, ну, лично мы нашли общий язык с учителями, конечно, учитывая то, что я работаю в той же школе, да, что и старший ребенок, а с классным руководителем дочери ему близко общаемся, то иногда я грешу, я обращаюсь к учителям сама, да, для более быстрого разрешения вопросов, ругаюсь я, конечно, но вот как есть. А вообще, вот ко всем вопросам, все нашли общий язык с учителями? Проблем с этим нету? Не знаю, Света, давай с тебя начнем. Как кто общается? Ты, кто как? Проблемы есть какие-то? Проблем никогда не было за все это время, к счастью. И я иногда пишу, иногда она пишет сама. У нее не всегда, до сих пор не получается не всегда отправлять все письма со своего электронного адреса. Пытались, до сих пор работаем над этим, честно скажу. Ну, да, обе пишем. И я также помогаю. Иногда она просто берет за хоть мой имейл, что не очень, конечно, безопасно, но отправляет с моего имейла письма. Хорошо. Таня, у тебя четверо, школьников меньше немножко, но все равно, кто ты? Они? Нет, они общают, нет, в принципе, я спрашивала, если надо, я писала учителю, и писала, но научила, понятно, вот второклассу твоего имейлом пользоваться, говорю, все, теперь сам, как есть, так и отправляй. Ну, показала там, понятно, правильно, как сказала Анастасия, тоже, правильно, название письма, файл назвать, что это твоя обязанность, делай так, все, по-другому у тебя учитель просто не поймет, кто ты, что ты, и так далее. Все это они стали сами делать. Были ситуации, когда я где-то внутренне злилась, что-то, ну, скажем так, тяжело общаться онлайн. Учитель говорит что-то, подразумевает он, может быть, что-то другое, или вообще с другим выражением лица он это пишет, а звучит вот это так, как звучит онлайн, текст может немножечко по-другому казаться, чем он есть на самом деле. Когда учитель пишет что-то, там, допустим, ребенок там неправильно работу сделал, меня это где-то, может быть, злило внутри, что-то, не каждый раз, но, допустим, ответ я писала, спасибо вам большое, будьте здоровы, будьте счастливы. И это срабатывало, на смысле, что, нам всем тяжело на карантине, нам тяжело, мы друг друга можем плохо понимать, потому что пропадает язык жестов, язык тела, и мы не видим друг друга. И я это объясняла детям каждый раз. Когда тебе кажется, что учитель к тебе сейчас несправедлив, вспомни о том, что им тоже безумно тяжело, и ты не видишь ее выражение лица, может быть, она тебя на самом деле хвалит сейчас, может быть, она тобой гордится на самом деле. То есть относись проще, спокойнее, убрать вот этот эмоциональный компонент, пыталась все время. В принципе, это работает. Я скажу, что у нас хорошие отношения с учителями сложились на период карантин. Так, поговорим еще немножечко про режим дня и досуг. Есть ли режимы, как вы развлекаете детей? Настя? Ну, я уже говорила, что у нас есть режим, мы стоим в 8, сейчас на утренние дела, в 9 все уже с головы в учебе, обед в час, потом до 3-4 они учатся. Самый рекордный результат у нас окончание уроков было в 2 часа дня, то есть, ну, условно, 5-7 часов они тратят на учебу. После время организовано по-разному, сон обычно в 10-11 вечером, можно было бы и раньше, но тут я слабак, да. В отношении свободного времени, я уже говорила про виртуальную реальность, не буду повторять. Кроме того, мы смотрим кино вечером, ходим на прогулки, играем в настольные игры, выполняем часовые тренировки по плаванию и танцам. Сын обязательно бегает, ездит на велосипеде, чтобы поддержать тело пловца, потому что он профессионально занимается этим. Домашние обязанности? Да, конечно, обязательно. Это уборка посуды, вынужден разложить, загрузить посудомойку, уборка своей комнаты утром и вечером, чтобы она утром была, там, заправлена кровать, вечером все тоже лежало на своих местах. В дни уборки в квартире кто-то пылесосит, кто-то протирает пыль, кто-то, не знаю, опять же, посудой занимается, стиркой. То есть потом элементарная помощь по готовке, ну, конечно же, помощь с младшей сестрой, посидеть, пока мы в магазин, или поразвлекать, пока мы заняты. Также дача на выходных, мы даже сделали небольшой ремонт в течение карантина, и я научилась детей клеить обои, ну, опять же, новый навык, да, вот, ну, вот как-то так, много, дел на самом деле много, я не скучаю в карантине вообще. Дети, очевидно, тоже не скучают, да, загрузка по полной. Никит, как у вас? Я знаю, что у вас должен быть гибкий график, да, был, Никит? Да, мне, например, самому довольно тяжело себя ставить, какие-то жесткие рамки по времени, и, ну, я не чувствую, что я могу требовать, требовать это от ребенка, но, опять же, мы, вот, благодаря всем этим причинно-следственным связям довольно неплохо адаптировались, и я заметил сам, что если, если раньше я понимал, что где-то он гуляет, где-то мы можем вместе на выходные съездить, то теперь, когда мы больше сидим дома, и мы даже привыкаем уже сидеть дома, мы прямо отвыкли куда-то ездить, мне приходится более осознанно, что ли, планировать выходные, даже если не хочется, даже если плохая погода, мы куда-то должны поехать, просто чтобы вот выбираться, переключаться из вот этой рутины в четырех стенах. Ну, опять же, сейчас погода хорошая, он выбирается сам, там, на самокате покататься. А не боишься, что с друзьями где-нибудь, он же маленький, у тебя понимает ли он там вот эту серьезность ситуации, что не надо ни с кем где-нибудь зависать и общаться там? Мы с ним об этом говорили, да, у него вот он хотел, ему скучно пригласить целый дом друзей, и опять же, ну, серьезный разговор, вот почему мы сидим дома, посмотрели там какие-то эти видео про коронавирус, чтобы, да, чтобы для них тоже было понятно, что происходит, потому что часто родители пытаются оградить детей и от информации, он еще маленький, зачем ему знать про коронавирус? Да, мы все, да, это важно, ну, делиться этим, но на их языке, чтобы им было понятно. Свет, расскажи, пожалуйста, у вас там интересный подход был, один час вирта, один час прогулки, как это работает? Прекрасно работает, папа придумал, кстати, молодец, на самом деле, у нас, мы только недавно, в прошлом году переехали в свой дом, то есть места много на улице, свежий воздух, все замечательно, поскольку изначально было сложно, да, с этим виртуальным миром, с гаджетами, папа придумал, хочешь сидеть в компьютере, за планшетом, телефоном, час на улице, час гаджет, у нас это замечательно работает, и дочь, да, действительно, мы следим за этим, записываем время, чтобы это не выходилось под контролем, работает отлично. так, Таня, четверо, четверо детей, да, режим дня, как, как ты их всех стоишь? режим дня, мы маленькие, встают в шесть, потому что они просто встают в шесть, самые маленькие, школьники подтягиваются к семи утра, завтрак, обязательно, то есть режим есть, его никто не отменял, сделал уроки, все, марш на улицу, на улицу, ну, батут во дворе стоит, батут спасал, очень много спасал, то есть все экшен, вся движуха происходила у нас на батуте, сейчас, когда чуть послабже уже стали эти критерии, то есть дети стали выходить уже прямо совсем на улицу, тот же самокат в руки, велосипед рукавой, едь куда хочешь, на велосипеде, я вообще сказала, велосипед, вы можете передвигаться в любом направлении, просто вы едете на велосипеде, и все, это можно, вот, такие дела, то есть, да, справляемся. Ну, я поняла, что вы справляетесь, да, потому что, видно, что все в порядке, у меня, на самом деле, у нас дома, все просто, к девяти нужно встать, почему к девяти нужно встать, потому что некоторые учителя в девять начинают уроки, до этого нужно хотя бы, там, зубы почистить, вот, хорошо бы еще покушать, в первое время очень настаивали, мы в квартире живем, чтобы он хотя бы час в день ездил на велотренажере, потому что хочешь, не хочешь, сидячий образ жизни, тут ничего не поделаешь, куда-то мы выходили с маленькими гулять по вечерам, вот, час тренажера обязательно, час читать книжку, именно книжку, не гаджет, ничего, да, вот это просто вот наставили, конечно, тут пока не встанешь над душой, он-то сам не всегда вспомнит, вот, последнее время подсел на аудиокниги очень сильно, но тут из крайности в крайность, нет экрана, зато уши заткнуты, то есть тут мы уже боремся с тем, что открою ухо, потому что мы же ничего не слышим, вот, домашние обязанности, да, тоже есть, но вот я в этом плане, вот из девяти там до четырех, делай что хочешь, у тебя должен в этот момент войти сейчас тренажер, сейчас книжки и сделаны уроки, вот если к четырем не сделаны уроки, мама тут уже начинает нервничать, вот, единственное, что у нас, поскольку я все время дома работаю, уже много, больше трех лет, у меня, конечно, не было проблемой с тем, чтобы как-то свою деятельность дома организовать, но перед чрезвычайным положением у нас начался ремонт, вот у нас, например, была большая беда, что дома не было ни одного рабочего места, мы с ребенком мигрировали между диваном и кухонным столом, кому повезло, тот занял более удобную позицию, сейчас, слава богу, ремонт закончился, есть рабочее место, но оно одно, потому что, когда мы его планировали, мы не думали, что кто-то будет учиться у нас дома, вот, поэтому теперь мы его тоже делим, кому важнее, вот тут там и работает, вот, а так, в принципе, достаточно все гибко, потому что, вот я тут в плане с Никитой солидарна, я сама не умею по времени, меня это абсолютно убивает из себя, я, ну, не тяжело очень, хотя пришлось завести кучу календарей, потому что вот именно работа, совмещенная на удаленке, вот это все несколько тяжело организовать. Так, в принципе, осталась у нас только одна очень важная тема, поговорим про родителей перфекционистов, мне на самом деле очень-очень-очень-очень нравится этот момент, все родители, они хотят быть идеальными, неважно там, какие отношения в семье, в принципе, это нормально, что мы хотим заботиться о своих детях, мы хотим быть для них самыми лучшими, и вот в данный момент в ситуации, когда на нас свалились вот эти дополнительные обязанности, мы не все успеваем, да, и получается, что вот это вот наступает какое-то состояние фрустрации, я не справляюсь, разочарование в себе, получаешь удар по самокритике, и так-то тяжело, по самомнению, не по самокритике, наоборот, и так-то тяжело, а тут еще получается, что, боже-боже, там я плохая мать, вот я сегодня Настю послушала, вообще убедилась, что мне уже все пересмотреть, и как бы начать все делать правильно, вот, Никит, расскажи, пожалуйста, как вот таким людям, которые излишне, скажем, требовательны к себе, как им может быть как-то отпустить ситуацию? Им будет тяжело, им уже тяжело, опять же, это очень объемная тема, и, ну, чтобы не было иллюзий, у меня нет вот этой инструкции для всех, раз, два, три, у вас нету самокритики, так, к сожалению, не работает, это, мы получали эти механизмы самокритики много, много лет в первые годы нашей жизни, от всяких там, тех же самых родителей, учителей и так далее, и, с одной стороны, это неплохо, это делает нас теми самыми осознанными, взрослыми, ответственными людьми, но, опять же, нужно, что ли, отойти немножечко в сторону от привычных вот этих паттернов поведения и посмотреть, для чего мне это нужно, помогает ли мне вот эта самокритика в этой ситуации, потому что она иногда, она действительно помогает, или же я порчу, там, не знаю, ну, не буду говорить громко порчу жизнь, но порчу настроение и себе, и всем окружающим из-за этой чрезмерной самокритики. Если мы не успели сделать уроки, зачем нам было сделать уроки? Может быть, наоборот, хорошо, что мы не сделали, мы увидели, что мы неправильно распланировали время, и это поможет нам в следующий раз как-то пересмотреть это. То есть вопрос, насколько она рациональна, насколько она нам помогает. Есть ситуации, где самокритика, это важно, самокритика, саморефлексия. Есть ситуации, где это просто вызывает ненужное, лишнее чувство вины, и, опять же, если на это посмотреть рационально со стороны, то легче от этого отказаться. Да, на самом деле, вот про приоритеты, про то, что от чего-то нужно отказаться, тут еще один момент. Во-первых, нужно действительно себя взять в руки и сказать, что это нормально, что я не все успеваю, это окей, и я не должна все успевать. А когда психологически становится тяжело, тут все очень просто. Иногда стоит взвесить вариант, может быть, такой, как позвонить подруге, выговориться, потому что я это все проговариваю, я это все выпускаю из себя. Или если совсем плохо, на самом деле, тем, кому морально тяжело, не нужно стесняться звонить врачу, потому что врачей на то и есть, если особенно есть семейные, с которыми нормальные отношения иногда, нужно просто позвонить и сказать, слушайте, вы знаете, у меня проблемы. На самом деле, должна признать, что я использовала эту возможность, потому что было очень тяжело, очень большая нагрузка на работе, учеба, ответственность, вот эти все вещи, и да, мой семейный мне помог, мы даже не стали пить никакие препараты, просто поговорили, она сказала, что Настя, ты знаешь, ты не пытайся сделать все правильно, ты пытайся сделать правильно те вещи, которые нужны, вот минимум какой-то, поставь себе цель минимум и выполни вот эту цель. Если тебе хватит на максимум, хорошо, а не хватит на максимум, да ну и ладно, как бы, ну и ну с ним. Я знаю, что у Тани тоже была похожая дилемма в какой-то момент, да, что все хотелось сделать, но... Да, у нас остро встал вопрос с второклашкой, у которого начался русский язык в школе, в эстонском погружении учиться, и русский язык начался, и для меня русский язык, и я там перфекционист страшный, мне не знаю, мне безумно нравился русский язык в школе, когда это литература, и мне вот этот вот красивый почерк, ни одной ошибочки, там все должно быть идеально, когда он ходил в школу, я так сквозь решеточку смотрела, что это, ну это твое, как бы, хорошо, я типа там, учитель за тобой смотрит, учитель тебе и так говорит, что надо, что не надо, я с учителем согласна, а когда это осталось все на меня, я это восприняла очень серьезно, что ох, теперь я как учитель, теперь я должна сделать так, чтобы у тебя все было так, как, не знаю, как у меня там 20 лет назад, и оказалось, что все не работает, что все это не так, что все мои должно быть так, здесь вообще не работают, плюс учитывая, как бы самостоятельность моего ребенка, который вообще на меня так посмотрел и сказал, ты че? Ты вообще чего надо? Ты почему вообще мне говоришь, как я, что должен делать? И да, мы где-то ругались, я эмоционировала и, конечно, в какой-то итог я перегорела, и я поняла, что нет, так дальше не может быть, я не буду больше требовать, и, может быть, этот свой перфекционизм я должна направить на свою работу. Вот, меня требуют завтра, должен быть готов мой проект, он должен быть готов. Тань, займись своими делами, все вот так. И это сработало, это помогло, ребенок мне сказал, спасибо, что я от него отстала. Но я сказала, знаешь, я от тебя отстала, но я на тебе глаз все равно держу, ты на меня не обижайся, но минимум, вот такой минимум я хочу от тебя получить. Пожалуйста, сделай этот минимум. Максимум я перестала от него просить. Тот максимум, который я хотела поначалу. Ну, вот нас, папа, когда мы начали заниматься первую неделю, я отвечала за уроки, ну, то есть я взяла на себя эту роль, мне папа сказал на второй или третий день, слушай, давай-ка, как бы, я сам. Мы как-нибудь мальчиками без тебя разберемся. Тоже вот этот момент был, что хочется все идеально, хочется, что я же несу ответственность. Вот, иногда нужно просто взять и отпустить. Вот. В завершение хотелось бы, может быть, чтобы каждый сделал какой-то вот один вывод обо всем вот этом. Чему вы научились за вот это время карантина, да, дистантного обучения? Может быть, вот буквально в двух словах. То есть вот что вы основное вынесли для себя из этой ситуации? Никит, давай с тебя начнем. Я скажу так, что кризис — это отвратительно, но хорошо, что он случился в таком, ну, может быть, некритичном виде. Это заставило нас и наших детей научиться тому, чему мы бы не научились, если бы не этот кризис. Я могу сказать, что на самом деле мы оказались в ситуации, когда мы 20 лет шли к дигитальному перевороту в образование. Тут я, наверное, как профессионал скажу. И у нас получилось дигитальный переворот сделать за 6 недель. Вопрос в том, как бы стоило ли к нему идти 20 лет, если так быстро можно было сделать. Согласно с Никитой, что отвратительно, нас поставили в условия, когда мы были должны и обязаны и никакого выбора нам не дали. Но, с другой стороны, от тех же учителей я очень много слышу, что если бы выбор дали, то, скорее всего, вот этот вот скачок, это как это называется, по-эстонски есть такой термин хороший, по-русски дословный перевод вынужденное развитие. Когда у тебя нет выбора, хочешь не хочешь, тебя просто ставят в рамки, когда ты или выплывешь, или утонешь. И вот это вынужденное развитие, это один, наверное, из таких очень-очень хороших и позитивных последствий этого кризиса. Не могу сказать, что остальные последствия мне очень нравятся. Тань? Ну, я сделала для себя вывод, что этот карантин, ко всему можно относиться с оптимизмом, главное этот оптимизм сохранять, и если тебе кажется, что все рушится, все не так, как ты планировал, не так, как ты хотел, надо все отпустить и дружно посмотреть котиков, расслабиться. И все снова встанет на свои места и начнет работать. Слушай, котики всегда помогают, я согласна. Свет, у тебя? У меня все позитивно, я бы так сказала. Я очень много общаюсь со своей семьей, что мне приносит огромную радость, правда. Иначе дети, ребенок, да, был все время в школе, я одна все время была своим младшим ребенком, то есть наедине, тут и муж дома, и ребенок все время под присмотром, грубо говоря. у меня очень много общения происходит, я в восторге. Очень жалко, что какие-то другие последствия, да, у этого кризиса, но именно наш семейный, так скажем, уголочек, он просто, я в восторге. Пошло на пользу. Ну, мне сын тоже сказал, говорит, мама, меня все устраивает, я, говорит. Настя? Нас тоже все устраивает и очень рада слышать, честно сказать, что все так позитивно. Конечно, я уверена, что каждый из нас в какой-то определенный момент этого карантина и посидел, и полы сел, и купил баночку валерьянки, но результат, к счастью, радует. Дети вернулись домой, родители вернулись к детям, мы получили вот эту возможность пересмотреть свои приоритеты, возможно, многие, да, наконец-то побыть дома с детьми. есть над чем работать, мы многому чему научились, если посмотреть, да, многие попали в серьезную экономическую ситуацию, то есть, материальную, точнее, ситуацию, но если посмотреть на это со стороны плюсов, то плюс, конечно, тоже есть большие, как для детей, так и для родителей, так и для учителей, этих же самых, вот, поэтому прорвемся, все будет хорошо, вот, когда-то это закончится обязательно, и все опять вернется в тот же самый режим, как он был раньше, но, возможно, что-то в наших головах перевернется. Ну, вот, на самом деле, я понимаю, что, может быть, не может быть абсолютно точно не всем легко, и если здесь сейчас звучит о том, что, да, в общем-то, все позитивно, но многим родителям очень тяжело, и когда тяжело, я, например, ей замечательная фраза, и это пройдет, мы все понимаем, что это не навсегда, хотелось бы закончить на такой позитивной ноте, только что мне прислали ссылку на статью о том, что с 15 мая в школах разрешено контактное обучение при сохранении, сюрприз, да, Настя, при сохранении правила 2 плюс 2. Не знаю, как это будет реализовано, но в данном случае, да, мы видим, что цифры вниз падают и ограничения снимают, пусть, пусть вот на это позитивной ноте сейчас этот семинар закончится, и действительно, если где-то плохо, тяжело, выговаривайтесь и держите в голове, что и это тоже пройдет. Все. Спасибо всем огромное за то, что нашли время. Запись будет. Всего хорошего. Да, доступно на канале Хитса, я сейчас запись выключаю. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,